хорошо так теперь что касается вот я вот принес вам материалы на константина сергеевича пока в корее он везет да в общем у него документ это корейское имя айхва значит он это родился до дальнего востока и потом окончил козырдепин институт и потом он работал сначала преподавателем в школе ну а потом он это где-то сорок восьмом году они женой оба были отобраны партийными органами для отправки в корею северную для строительства социалистического общества и они там сорок восьмом по пятьдесят восьмой год были в корее вот ну вот время проходит и я уже не молодой ну и дети уже у них на пенсии решил как-то след оставить поэтому я собрал материал то что было семье и вам принес для то чтобы как-то вам огромное спасибо потому что это действительно такая хорошая сохранность значит документов удивительная великолепно косил я ведь сотни фотографий видел да а эти фи фотографии очень хорошего это я реставрировал художество реставрировали тогда это да понятно потому что дома то они конечно не такого качества понятно а теперь вот пак константин сергеевич его супруга до тамара антоновна они кем вам доводится по родственной линии ну тамара антоновна она моей супруги родная тетя на тетя тамара антоновна она родная сестра чаги хона цхай иннокентия антоновича он здесь известен он тоже родился на дальнем востоке он четырнадцатого года и после был направлен ну успешно он учился потом работал его как поощрение направили свердловск где-то по 32 году там это дата и здесь есть вот был направлен тогда вот это был институт это вот это такие вот существовали институты это строительство и вот он там проучился немного потом он перевелся ленинградский аналогичный институт а потом он оттуда в москву перевелся и окончил московский вернее учился в московском юридическом институте но когда тридцать седьмом году корейцев депортировали это среди азии казахстан когда он узнал то он срочно перевелся в алмату то время в алмате был это юридический институт извините что перебиваю вас значит пак тай хва да и тамара антонова они супруги они супруги и да вы называете константином сергеевичем его да потому что так принято было его здесь так да да а это так часто это было с нашими советскими корейцами у них было как бы два именно у некоторых было 45 даже то есть в корее было несколько имен даже по разным причинам они доводятся вам родственниками да по линии жены значит получается когда живы и жили здесь в алмате вы с ними встречались безусловно значит когда вы встречались близко они рассказывали вот что-то ну я даже был знаете они о корее то северное там пребывание старались мало говорить то есть не хотели на эту тему да не хотели или или им все-таки сказали не распространяться не рассказывать да нет даже ничего просто не молча мало в семье на эту тему разуме вот тем более в нашей семье поскольку это ее отец был расстрелян корее так вообще на эту тему старались не говорить больную эту тему в то время вот но я был один раз даже на одной из встреч у константина сергеевича когда это моя чёща моя жена мама приехала из барнаула навестить нас вот когда мы вам мы вам в алмате жил они собрали тамара антоновна константина сергеевич собрали вот этот корейцев которые были в корее и там на этой встрече был мун личный секретарь ким иль сена был это ким александр это министр это рыбного хозяйства был это чен министр транспорта в корее ну там еще там несколько человек и там конечно тогда я услышал этот разговор поскольку тёча естественно она больной и вопрос она задавала там эти вопросы особенно это муну поскольку он был личный секретарь ким иль сена узнал конечно вот а все это деле вот ну он правда там одним словом сказал вы знаете как обижайтесь не обижайтесь ну тогда я просто не не мог этого о чем-либо заранее сообщать а там получалось получилось как тогда же война шла и вот эти советские корейцы которые там работали дай многие учреждения корейские и северокорейские они же китай были переведите во время войны до выводить и поэтому детей эти семьи все и поэтому вот семья вот чак юхёна да и от константин сергей это они константин сергей что ну да они все были в хорби не под хорби но хорби нам там где-то там вот поэтому даже когда арестовали это чак юхёна жена семья не знала и вот там одна эта женщина там вот в этих материалах вы увидите бабушку пожилую это вот жена начальник начальника следственного управления прокуратуры генеральной прокуратуры но она они тогда молодые были и вот эта женщина она чуть ли не половину пути чуть ли не пешком на перекладных оттуда спиняна это добралась хорби и сообщила вот это моя тёщи и она тогда поехала когда она приехала там она уже может его уже и не было потому что они практически можно сказать без следа следствия арестовали и быстро всех расстреляли поэтому поэтому вот когда вот они в албате вот тогда вот собрались и вот тогда я вот о корейских вот этих делах там вожде там и прочее там ну разговоры я вот это вот подобные истории слышал ведь в ташкенте там же построили вот специально два дома до которых потом поселили те кто вернулись из северной кореи прям да они до сих пор горит и стоят эти дома многоквартирные и они там общались и вот иногда это мужчины они мужские посиделки якобы там хато поиграть или еще что-то вот именно это что-то и они раз да обсуждали какие-то но к сожалению вот свидетелей таких которые вот именно те присутствовали их нет а детей они там джон не не подпускали да и не не рассказывали но вспоминались конечно много там критиковали безусловно северокорейский режим и самого Ким Ир Сену безусловно критиковали скажите а вот у вас какое ощущение вообще вот вы были в северной Корее да в каком году последний раз в 2005 году это была просто туристическая поездка нет это по приглашению это Ким Чи по приглашению даже на это его реабилитацию Чаги Хёна ах вас пригласили да а еще кто-то поехал жена моя брат ее поехал мы вас приняли очень хорошо да есть фотографии прямо запись я вам вот флешку принес да вы что ну замечательно да вот эта история все равно таким образом она не закончилась она ведь продолжается да то есть нельзя вот просто отрезать сказать это все это забудь засунь в ящик или в сундук и не вспоминай честно если сказать раньше мы же северной Кореей хорошо относились южной то это американцы тыры-плыры у нашего поколения если честно сказать до сих пор вражда и Германии немцам мы не любим американцам не любим японцам не любим да у нас уже сидит внутри хотя мы знаем что как бы в нас это уже эндокренировали так что не вывели как ген так то вроде мы понимаем что другое и там тоже все есть хорошее ага это сам и вот он когда с нашими людьми поговорил он такой он высказал фразу аааа говорит холгиза ну он говорит Корея когда такое бытует мнение что здесь мы зешние корейцы упали перед богатством Южной Кореи и все переметнулись туда против мол Северной Кореи представляете вот и переметнулись вроде то что туда ааа а там сидели мои братья все моего возраста старше там ну они про Северную Корею впечатление там когда-то ездили там тогда же путевки помните да 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 все ездили вот и это самое он говорит ааа оказывается совсем не так оказывается тут тоже есть которые уважают Северную Корею Северную Корею на самом деле и за что уважать и за что уважать конечно да значит вот это у вас все что тут есть я вам оставляю спасибо вот это смотрите да вот эти вот вот эти вот фотографии вот смотрите вот они вот отдельно вот в папке лежат да почему они отдельно лежат я думал вот это вот то что здесь я думаю может быть вы кто-то из них газете печатать будете да в статье использовать а вот эти для интереса просто они значит нас приглашали на столетие мы были так двух словах значит мы были в 2005 году по приглашению кимчинира на чествование значит вот флешки я флешку вам из-за этого принес тут много лишнего два года два раза ездили и это все там одно и то же там показывали там каждый раз туда везут сюда везут все пригодится я поэтому я их это отдал и заставил это из двух одну сделать но они все равно не все это где двойной не все убрали поэтому длинновато ничего страшного но вы тут увидите это вот это чествование увидите дело в том что я же это плохо понимаю корейское хотя у меня один класс образования корейское когда колхозе авангардик из Владимирской области я жил там это первом классе корейский язык был вот что-то все-таки родной язык все равно голове что-то осталось поэтому еле-еле-то по-корейски читать могу не все хоть понимаю и потом я уже 80 лет когда мне было я ходил вот 80 лет сюда это южнокорейский центр посвящения да корейский язык учить думаю хоть внуков буду учить но потом правда я год походил бросил потому что оказывается вот этот южнокорейский отличается северокорейским а северной Кореи не признают южнокорейский я думаю если я хорошо даже научусь то там буду разговаривать они меня не поймут они не признают они не то чтобы не поймут нет и подозрения возникнут да не перестанут это не будет лучше на русском говорить с ними да первый раз это в 2005 году в Корею пригласили нас же везде таким этим там в Москве самолеты посольские встречали потом там посольстве мы жили пока потом там посол к нам приходил там гостиницы и вот посол старик пожилой старый он тогда последний год работал не жили это идет ротация ротация он как услышал я по-корейски как говорю как здешний корейц он обнял меня говорит что-то он сказал какую-то провинцию мол там так говорят Александр Юрьевич за благодарность за великолепные материалы советских корейцев северной Кореи и наилучшими пожеланиями очень спасибо больше знаете я что сделал ну такие это теперь смотрите вы кому-то из детей если видите подарите от меня хорошо очень спасибо 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 большое это прямо вот эта книга я все равно не разговариваю ну как же они 500 экземпляров всего выпустили значит я же авторский получил гонорар поэтому не гонорар а в виде книг я получил поэтому это мои книги значит эта книга первая будет книга вторая наверное может быть я смогу за год написать еще очерки чтобы получилась такая же книга также отпечатают в Москве в этой же серии так и сейчас вот проявили интерес в Южной Корее наконец к этой теме и вот как раз секретарше я отправил Корельбоп у нас же они же на корейском тоже выходили а я их не собирал ну думал выходит выходит а теперь я ее в Южной Корее надо корейский материал да надо